Знание сила. Женский баскетбольный клуб ЧГУ «Атланта» в первом домашнем туре чемпионата России дважды переиграл лидера регулярки коллег из Красноярского края. Форму победы расшифровал наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. Так закаляется баскетбольная сталь. Календарь розыгрыша чемпионата страны по баскетболу среди женских команд высшей лиги для дружины ЧГУ «Атланта» в первом домашнем туре сезона выбрал лидера группы. И не сей два из Красноярского края. Четвертому туру к табеле о рангах вышки соперницы разделяли 8 пунктов. Гости из Красноярского края возглавляли рейтинг, уступив лишь в одном матче из шести проведенных. Хозяйки же паркета за три тура лишь дважды радовали своих болельщиков победами. Впрочем, команда Леопардовых доказала коллегам, что при научном подходе к организации спортивной игры цель будет достигнута. Спорт и баскетбол не исключение, он чем выше по уровню, тем более научный. Нужно очень много анализировать. Это начинается из разбора противника, поиска нужных в твоей команде игроков. Мы сегодня занимаемся серьезно с тренерским штабом. Еще с шестым игроком на поле, с болельщиком надо работать. Здесь есть очень большие резервы, я думаю, что вот этот сезон будет еще одним шагом в пользу того, чтобы сделать этот прекрасный вид спорта, баскетбол, женский баскетбол, для Чуваши еще более родным. И дружине Никиты Иванову удалось реализовать задуманная тактика убаюкивания соперника. Леопардовы первую половину в обоих матчах завершали с отрицательным счетом, уступая минус один и минус четыре. Хоть и рисковая, но все же необходимый эффект дала. К мощному наступательному и, что самое главное, результативному удару баскетболистов Чувашского университета подопечные Елены Шевченко были не готовы. Как итог, проигранные со счетом 21 на 10 и 25 на 13 третьи четверти, которые позволили хозяйкам, опираясь на счет 77 на 66, 74 на 71, по итогам двух встреч не только оформить победный дубль, но и поздравить играющего тренера и капитана Олесию Огурцову с днем рождения. Кстати, на счету именинницы по итогам встреч 47 очков из 151 забитого команды. Впрочем, сам капитан к своим достижениям относится с легкой иронией. По статистике не всегда видна черновая работа. И по статистике нельзя особо судить, что играют как будто бы два лидера. Четыре победных очка, пополнившие актив ЧГУ «Атланта», позволенном мастерицам оранжевого мяча Чувашского госуниверситета подняться в рейтинге команд вышки на две строчки. Пятый тур вновь для Леопардовых будет домашним. Мы вновь принимаем сибирячек. Свисток к началу игр, соперницами в которых будет дубль новосибирского «Динамо», прозвучит в 19 часов 22 ноября и в 18 часов 23. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.